Меня зовут Ольга Дзене, я эксперт по развитию лидерства, бизнес-тренер и коуч. Я работаю только с руководителями, да, и в основном на высоком уровне, да, то есть это вот моя аудитория, средний и высокий уровень. И здесь то, что говорится с женщинами, те, которые уже туда пробились, там все хорошо с уровнем уверенности, да, и с компетенциями там, и в принципе существует такая теория, что те, которые туда попали, у них уже уровень абсолютно одинаковый, да, это мужчина и женщина, можем сравнивать, но есть другая теория, да, и там подход, которые говорят, что все-таки отличия в лидерском стиле есть, да, вот именно в стиле управления. Здесь, мне кажется, очень важно разделить, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно, да, то есть женщины не глупее, у них не меньше инициативы, у них не меньше энергии, да, но у них различается отношение, да, например, к своим подчиненным, как они людьми руководят. И, например, женщины более сочувствующие, да, более внимательные, они заботятся об атмосфере в команде, и женщины больше, чем мужчины, ориентированы на социальную деятельность, да, например, на филантропическую деятельность. Мужчины очень ориентированы заработать на экономические показатели, и женщины больше используют такой стиль лидерства, такой вовлекающий, да, то есть диалог, спросить мнение, послушать. Мужчины более доминирующий стиль управления используют, да, то есть нажать, додавить, да, то есть получить свое. Я работаю в Рисебо, так как пишу диссертацию в Рисебо, я работаю в Рисебо тоже лектором, работаю с магистрантами и преподаю им предмет управления персоналом и переменами именно такие психологические аспекты. Моя диссертация как раз связана с женским лидерством, и моя диссертация о том, что на уровне высшего управления нужно партнерство, и как помочь женщинам преодолеть эти барьеры, чтобы попасть на этот высший уровень. Например, вот когда я предложила тему своей диссертации, мне не сразу согласились вообще даже эту тему диссертации принять. Да, и знаете, какая была реакция? Ну, вы подумайте, это такая странная тема, ну, а в основном же в научных советах же сидят мужчины. Это странная тема, у нас такой проблемы нет. Они говорят, что за проблема? То есть даже это не присутствовало, что это вообще какой-то вопрос для исследования. И потом, что меня вообще сильно обидело, но я не стала защищаться, потому что, ну, ты всегда думаешь, какие последствия от этого, да, там, надо ли тебе агрессивно говорить. То есть, я услышала такой вопрос. А может быть, вы сначала поисследуете различия в интеллекте? Может быть, все-таки не зря мужчины на высшем уровне занимают такие должности, и женщин там поменьше. То, что женщина делает, оценивается похуже. Опять же, то, что связано с общей ситуацией. Что вообще женщина должна делать? Что она должна делать? Стоять на кухне, да, варить борщ, растить детей, да. Не всегда понятно, что она вообще там делает, да, на этом высшем уровне правления. Но женщина оценивают более критично. Это член совета, да, или это был председатель правления. Он говорит, ну, что я буду с ней делать? Вот она начнет плакать во время заседания, да. То есть, почему она должна начать плакать? Ну, он почему-то так думает. Или, например, просто есть, ну, не справится. Ну, вот, ну, все-таки первая должность, особенно, если это, например, первое лицо, ну, не потянет. Ну, женщина не потянет, просто не потянет, да, потому что просто женщина. Эмоциональная, слабая, да, хрупкая. Что говорят? Не будем брать, уйдет декрет. Почему? Нет, просто уйдет декрет. А если у нее дети, значит, будут болеть дети, да. То есть, это тоже один, одна из причин, почему женщинам отказывают. В том, что происходит в нашем обществе, кого мы видим, какие роли, какую рекламу мы видим. Да, ведь только недавно в рекламе мужчины стали ложечкой кормить младенцев из баночки. Данные из Лурсофта, топ-500 наших компаний за три года. Это был 16, 17, 18 год. У нас же такой статистики нету по бизнесу нигде, да. Я посмотрела, какое процентное соотношение, да. То есть, если мы возьмем вообще уровень управления, то женщин там 20 процентов. А если мы возьмем первое лицо в компании, то там будет неполных 3 процента. Различия в зарплате есть все время, да. То есть, каждый год показывали эту статистику. Различия около 10 процентов, да. И чем выше уровень руководства, тем различия больше. Там могут отличаться за зарплату на 20, 30 процентов. Где женщины у нас появляются, да. У нас все-таки у нас была женщина-президент, да. Это очень большое влияние на культуру всей страны, да. У нас женщина-спикер была сейчас у нас, да. То есть, мы смотрим женщины. Сейчас Circle K, кто руководитель? Женщина, да. То есть, ну, такие, ну, вот это, да, в принципе, топливо, да. Такой бизнес маскулинный, который, ну, трудно было себе когда-то представить, да. Сейчас мы смотрим в БАУ, да. То есть, здесь тоже женщина руководитель. Мировые исследования говорят, что вот женщины, их присутствие как раз снижает общий риск компании и финансовый, да, и юридические риски, и риски мошенничества. Потому что женщины очень внимательно к этическим вопросам относятся. Женщинам не очень хватает самоуверенности. И это, в принципе, многие исследования об этом говорят, да. И авторы многие пишут, что когда женщины предлагают какую-то новую должность, она такая, ну, я, наверное, не справлюсь, но это слишком тяжело, и как у меня получится, и не знаю. А мужчина сразу говорит, да. Он говорит, да, я могу, давайте. Очень важно еще вот такой эффект для женщины, чтобы она продвигалась, чувствовать сестринское плечо, да, что у нас, у меня рядом есть такие же женщины, у нас похожие проблемы, у нас похожие вызовы, да, и если надо, мы друг друга поддержим, да. То есть, вот этот институт сестринства очень классно, если бы мы могли больше развивать.